Притча двадцать пятая. Слова Божия – облекать тайною дело, а слова царей – исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердца царей неисследуема. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся перед лицом царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе, пойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя пред знатным. Которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу. Иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу соперникам твоим, но тайны другого не открывай. Дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Любовь и дружба освобождают, сбереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным поношения. Сохрани пути твои благоустроенными. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный пост посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед – ешь. Сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не вливать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Как моль одежды и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Лучше жить в углу, на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славой не есть слава. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим.